Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в минувшую субботу начал свой пятидневный визит во Францию и Швейцарию. В канун воскресного дня и двунадесятого праздника, введения во храм Пресвятой Богородицы, предстоятель Русской Церкви совершил утреннюю всеночного бдения в Парижском храме Трех Святителей. Этот Дом Божий на протяжении десятилетий является кафедральным собором Корсунской епархии Русской Православной Церкви. Не так легко найти в Париже знаменитое Трехсвятительское подворье. Вы не увидите ни куполов, ни привычной русской церковной архитектуры. Это всего лишь одно из зданий в ряду других. О том, что это храм, возвещает только соответствующая табличка. Зато когда входишь внутрь, впечатление меняется. Иконы, фрески — всё это знакомо и дорого сердцу православного человека. Только познакомившись со сложной историей русской миграции, понимаешь, что здесь лучше сделать и не могли. Ведь всё приходилось начинать сначала, с нуля. Этот скромный храм стал очагом, возгревающим в поколениях русских людей живое наследие Святой Руси. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл, который впервые посетил этот храм почти 50 лет назад, в далёком 1969-м, начал свой визит во Францию со всеночного бдения именно в этом храме. В первосвятительском слове после богослужения Святейший Патриарх Кирилл вспомнил историю этой удивительной церкви и тех замечательных людей, которые служили здесь. Первоначально размещенный в гараже, а затем, когда был построен тот жилой дом, в котором сейчас на первом этаже размещается храм, то строитель, инвестор или хозяин, я уже не знаю, при одном только условии разрешил, чтобы храм здесь присутствовал, чтобы не было внешне никаких признаков того, что здесь церковь. Но он с тех пор не изменился. Изменились люди. Я застал ещё здесь в расцвете сил наших прихожан первой волны русской эмиграции. Это были замечательные люди, носители русской культуры, в том числе духовной культуры. Святейший Владыка пожевал прихожанам храма и всем православным русским людям, которые сегодня, находясь в зарубежье, считают себя церковными, хранить любовь к стране, к русской культуре и к своему народу. Я хотел бы всем вам пожелать помощи Божией, благословения, мира душевного. Храните веру в православную в сердцах, так, как хранили её первые поколения русской эмиграции, жившие в нищете, в скорбях, но хранили самоотверженно. Не просто веру, культуру, язык – это ваш долг. Вы можете жить где угодно, но вы не можете разрывать духовных и культурных связей со своим народом. Это очень опасно для целостности человека, для его культурной идентичности. Поэтому помогаю всем вам, Бог, хранить веру, хранить русскую культуру, русский язык, посещать храмы и делать добрые дела, к которым нас призвал Господь. В дар Трехсвятительскому храму предстоятель русской церкви передал табынскую икону Божией Матери.